В этом году сразу 949 ребятишек стали выпускниками Лоблинских детских садов. Продолжение в репортаже нашего корреспондента Елены Козловой. Если июнь – это время выпускных вечеров, то май – время выпускных утренников. Это здорово быть выпускницей? Да. А чем? Потому что выпускницей ты одеваешься красиво, становишься как молодая женщина. А сколько ты можешь у зеркала прокрутиться? Много. Мамину косметику пробовал и смотрел? Не дает. А ты вообще любишь быть нарядной и красивой? Да. Все любят. Почему? Ну, потому что девочки всегда любят одеваться, наряжаться. Пожалуй, стоит сразу уточнить. Что самое главное – быть умной, счастливой или красивой? Счастливой. А что это такое, ты знаешь? Когда у тебя все хорошо и у тебя все получается. Это когда все счастливы и радуются жизни. Счастливыми ребята считают и годы, проведенные в детском саду. Любишь завтракать в детском саду? Да. А что самое любимое у тебя из еды здесь? Каша. Какая? Что самое хорошее в детском саду? Черный хлеб. Почему? Когда его в суп макаешь, это очень вкусно. То есть, что в детском саду самое главное? Друзья. Мне нравятся праздники. Мы тут играем, лепим, фигурки всякие. Тут в садике очень хорошо, а жалко уходить. Тем не менее, ребята уверены – надо идти дальше. Ну, чтобы быть умной. Там много друзей будет. А здесь все друзей нет? Там побольше будет. А ты на какие оценки ты учиться собираешься? На пятерке с плюсом. Плюсом? А как ты думаешь, получится? Да. Такие оценки непременно помогут осуществить их главную мечту – найти себя в жизни. А ты выпускник, ты уже знаешь, что ты от жизни хочешь? Вот кем ты хочешь стать? Я хочу стать археологом. Землю будешь рыть? Угу. Зачем? Нарядить новые виды динозавров. Я хочу быть доктором, а свободное место – певица. Ты уже знаешь, кем хочешь быть? Да, певицей. Футболистом. Потому что это круто. Нет, я хочу полицейским стать. Потому что хочу преступников арестовывать. Ну, например, если ограбили банки летом и еще что-то. Впрочем, не все пока определились с выбором профессии. А что любишь? Смотреть телевизор. Еще? Еще играть. Угу. Ну, ты не думал прийти воспитателем в детский сад? Вот, будешь играть тут с утра до вечера. Не, у воспитателей работа трудная. Почему? Потому что они все время должны там работать, за детьми смотреть. А это сложно? Да. Так, а какую же ты хочешь себе работу? Пока думаю. Не страшно, ведь впереди еще целых 10 школьных лет. Чтобы определиться и с профессией, и с мечтой, главное, чтобы мечты были настоящие. Вообще-то я хотела, чтобы все-все сбылось. У них мечты очень разные. И добрые, и светлые. И я очень прошу вас, дорогие родители, не ругайте своих детей. У них не все будет сразу получаться. Старайтесь им помочь. И научите их исправлять свои ошибки, если они будут. Но не ругайте их. Они у вас молодцы. А лучшая похвала воспитателям, пожалуй, вот эти слова. Вы очень хорошие. Вы очень профессиональные. Таким воспитателям, как вы, не страшно привести второго, третьего и всех будущих детей. Спасибо вам огромное. Спасибо. В этом году 949 лобнинских ребятишек распрощались с детскими садами. Сразу 4 группы, свыше 70 детей, выпустил детский сад «Березка». По 3 группы выпустили детские сады «Ребенка», «Радуга», «Ручеек», «Орленок», «Катюша» и «Незабудка». Впереди у будущих первоклассников первые, пока еще дошкольные, каникулы. Елена Козлова, Алексей Орлов, телекомпания «Лобнин». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова